Меня всегда привлекали старинные замки, окутанные тайнами Средневековья. Из поколения в поколение передаются удивительные истории, правдивые и мифические. Сегодня хочу пригласить вас прогуляться вместе со мной по некоторым из них. Многие средневековые замки и крепости по преданиям являются дверью в потусторонние миры. Ну что, начинаем? Почувствуйте запах сырости и плесени Средневековья. Эдинбургский замок, Шотландия. Кто не верит в привидение и кто отважится вместе со мной заглянуть в мир средневековых преданий, уверена, после просмотра привидение поверит даже тот, кто отрицал это явление. Посетители Эдинбургского замка утверждают, что видели бесплотные сущности, как в стенах, так и за пределами замка. Согласно легенде, из Эдинбургского замка во дворец Холеруд ведет тайный туннель. В свое время жители решили отправить в опасное исследование бездомного мальчишку. Ему дали колокольчик и наказали звонить всю дорогу. Примерно на середине пути колокольчик затих. С тех пор парнишку больше никто не видел. Говорят, что в наше время периодически отчетливо слышится навязчивый звон колокольчика. Призрак мальчика звонит, как бы укоряя за свою погубленную жизнь. Королевская миля протянулась через весь старый город вплоть до дворца Холеруд. И это одна из самых красивых улиц в мире. История адвоката Джорджа Маккензе. Его задачей было придумывать пытки и казнь для преступников. Усыпальница, которого находится рядом с тюрьмой, был ответственным за узников и заслужил за свою жесткость прозвище Кровавой. Когда Маккензе умер, его решили похоронить на этом же самом кладбище, возле которого потеряли жизнь куча людей. Место и бараки для заключенных на данный момент закрыты, потому что много людей жаловались на атаки полтергейста. Кто-то провел рукой по щеке, или кто-то хватает за ноги, или отвешивает легкие подзатыльники. Некоторые из посетителей могут чувствовать странный холод, и это значит, что тут активны поля полтергейста. А после посещения этого места люди жаловались на непонятные синяки, царапины и укусы, которые никто не чувствовал, но которые проявляются на телах после экскурсии. Фотографии, сделанные в этих местах, получались размытыми или засвеченными. Улица Калтанхилл известна своими темными пятнами в истории. Именно здесь на протяжении веков совершали публичные казни. Во времена мрачного средневековья там казнили ведьм. Три главных критерия ведьм – это рыжие волосы, родимое пятно или наличие трех сосков. Одного из критериев было достаточно, чтобы обвинить женщину в связи с дьяволом. Женщину проверяли на колдовство, бросая ее в пруд. Если она всплывала, то она является ведьмой. Если утонула, то была чиста. Тех, кто всплывал, отправляли на Калтанхилл для публичной казни. Когда же замку угрожала опасность, люди, живущие в нем, слышали барабанную дробь. Барабанную дробь отбивает призрак безголового солдата. Именно этот солдат при жизни предупредил о наступлении войск Оливера Кромбеля. А на местном кладбище был замечен призрак пса. Судьбы королевских особ, родовые проклятия и войны древних шотландских кланов могут рассказать о городе очень много интересного и мистического. В Эдинбурге столько легенд и тайн, что в местном университете организовали единственный мир и факультет по изучению паранормальных явлений. Немного истории. Упоминание этого места встречается еще у Птолемея, который описывает здесь поселение Ватадинов. Также первые упоминания о появлении поселения людей на замковой скале встречается в труде Эндрю из Уинстона, в котором подробно описана история всей Шотландии. Было издано 9 томов и названы метрической хроникой страны. В одной из книг Эндрю Уинстонский пишет, «Первые люди на замковой скале появились приблизительно за тысячу лет до наступления нашей эры. Никаких доказательств он в своем труде не предоставил». Но все-таки археологи сумели подтвердить его версию. Они нашли предметы быта древних людей. Современные технологии позволили определить возраст предметов при помощи углеродного анализа. Интересно, откуда у Эндрю Уинстонского появилась эта информация? Это так и осталось загадкой. В тысячном году до нашей эры вряд ли кто-то вел летописи. В одном из томов Эндрю из Уинстона встречается и упоминание укрепленного сооружения, расположенного на замковой скале, которая охраняла не город, а девственниц. Девственницы были не просто красивыми девушками, в них текла королевская кровь, поэтому их и охраняла стража до того момента, пока они не выходили замуж за королей или принцев. В 600-й год нашей эры на замковой скале поселился король, звали его Муниддог. Правитель небольшой территории, который часто предавался разврату и устраивал пиры, длившейся зачастую более месяца. После одного такого пира Муниддог решил устроить кровопролитное сражение с англами. Его войско было полностью уничтожено, а король получил смертельное ранение в битве. Удивительно, что после победы англов над королем Муниддогом нет никакой официальной информации о том, что же происходило на территории Денбургского замка в течение пяти веков. Никакой информации об этом периоде в наши дни не найдено. Также в этом замке умер король Мальком III. В замке девственниц от горя умерла и его жена. Жена Малькольма III по имени Маргарита впоследствии была причислена к лику святых. В 1124 году сын Малькольма III сумел отомстить за смерть своего отца и вернуть свое распоряжение в Эдинбургский замок. Перечислить все, что происходило в замке на протяжении всей его истории невозможно. Невозможно даже приблизительно подсчитать, сколько солдат лишилось жизней у Эдинбургского замка в войне за независимость. В одной из комнат можно увидеть Камень Судьбы. По одной из легенд ему более трех тысяч лет, и он в свое время принадлежал дочери легендарного египетского фараона Рамсеса II. Именно она привезла его на территорию современной Шотландии, и именно на этом камне короновались все монархи страны. Камень Судьбы – это по большому счету мистический артефакт. Согласно еще одной легенде, на нем спал Иаков, который именно на этом камне увидел чудесный сон, в котором ему явились ангелы, спускающиеся на грешную землю по лестнице. Следующая история – замок Гоуска в Чехии. Врата в ад. Среди густых лесов и живописных ущелий на одной из неприступных высоких скал стоит замок Гоуска, окутанный мистическими легендами и загадочными историями. Это место привлекает тысячи людей, которые интересуются мистикой и паранормальными явлениями. История замка начинается еще с конца IX века, когда на месте существующего сейчас здания князь Славибор построил своему сыну Гоусику деревянный град. С тех пор за замком прочно закрепилось это название, хотя за многие столетия в нем сменилось много владельцев. За длительные годы своего существования замок принадлежал почтенным и известным в свое время господам – Валенштейнам, знатному чешско-маравскому роду Кауницам, графине Андраши и принцессе Гогенлое, а также дворянскому роду Берка. В XV веке замком владели представители рода Смирицких и графы Зульцы. Любители паранормального привлекают сюда таинственные предания о том, что замок построен на скале для того, чтобы не дать демонам вырваться из адских ворот, которые когда-то очень давно открылись под этой скалой. В подтверждении этим невероятным событиям существуют тексты чешских хроник VI века, один из авторов которых, Гаек, в письме к своему брату рассказывал о случившемся с ним происшествием недалеко от града Гоуска. Двигаясь по лесу, Вацлав услышал необычный треск и тут же увидел, как из-под скалы стали выбираться злые силы, превращающиеся в диких зверей и разбегающиеся по лесу. Чешский историк Агустин Седлачик писал, на высокой горе стоял старинный замок, знаменитый не только своими постройками, но и живописным расположением и тайной его окружающей. По преданиям, замок Гоуска скрывает под собой вход преисподнюю. Под замком якобы расположено множество подземных ходов, ведущих в ад. Путь в таинственное подземелье открывали врата, относительно расположения которых есть несколько версий. По одной из них врата находились на скале неподалеку от замка, где раньше располагалась барочная церквушка. По другой версии врата находились непосредственно под полом молельного зала в замке и не случайно, что посетители этого помещения чувствуют недомогание и часто теряют сознание. По третьей версии в ад можно было попасть, нырнув в колодец во дворе замка. Никто не знает, как туда попасть, но никто и не пытался этого сделать. По легенде, одному заключенному пообещали свободу, если он спустится в колодец. Воодушевленный таким заманчивым предложением, осужденный согласился и опустился на дно колодца. Но не пройдя нескольких шагов, отчаянно закричал, требуя, чтобы его немедленно вытащили на поверхность. Когда преступник оказался наверху, все с ужасом увидели его перекошенное от ужаса лицо и вдруг поседевшие волосы. Человек был не в себе и все повторял, что увидел дьявола в аду, а через несколько дней он внезапно умер. Напуганные жители этих мест стали забрасывать страшный колодец камнями, безуспешно пытаясь его засыпать. Однако камни падали вниз и исчезали в адском отверстии. Владельцу замка Вартенбергу понадобилось целых три года, чтобы окончательно замуровать таинственный колодец. Для большей надежности на месте колодца соорудили часовню, которая и поныне считается одной из самых загадочных часовен Центральной Европы. Необъяснимые и загадочные явления наблюдаются на территории замка Гоуска даже в наши дни. Время от времени возле его стен по необъяснимым причинам погибает большое количество птиц. Многие животные избегают этих мест, а собаки упрямо игнорируют приказы своих хозяев и не заходят на территорию замка. Иногда из адского колодца доносятся ужасные голоса, дикие крики и жалобные стоны. Эти загадочные явления ученые пытаются объяснить присутствием радиоактивного элемента радона, найденного в большом количестве в почвах этой местности. Однако, существующие в замке паранормальные явления уже никто не отрицает. Поэтому время от времени здесь работают исследователи, изучающие необъяснимые факты. Необъяснимых моментов в этом таинственном месте предостаточно. Исходя из места, где находится замок Гоуска, трудно понять, для чего его построили. Его расположение на скале среди лесов, вдали от источников воды, оживленных дорог и поселений, никак не вяжется с рациональным расчетом. Даже если предположить, что его предназначение заключалось в охранной функции, то и тут возникают вопросы. Расположение стен и башень здания создано так, что они являются защитой не от врага изгне, а сдерживают натиск сил, заключенных внутри. Невзирая на то, что чешское королевство находилось за пределами замка, судя по летописям, здесь постоянно присутствовал военный гарнизон, то есть в этом замке охраняли что-то странное и старались не выпустить это наружу. Приоткрыть завесу над этой тайной помогают изображения архангелов Михаила и Гавриила на фресках в старой части замка. Ведь в православной вере эти архангелы выступают против демонов. В замке Гоуска можно увидеть трон дьявола и изображенного над ним святого Кристофа, православного мученика, пострадавшего за веру. На уникальных фресках XIII-XIV веков можно увидеть легендарные сюжеты, изображающие сражения архангелов с силами тьмы. Все эти изображения, возможно, существуют здесь не случайно, а указывают на правдоподобие древних легенд. Верить этим преданиям или нет, каждый решает для себя сам. Однако даже в наши дни невозможно попасть в подземелье замка. Может, это и к счастью. Средневековые замки всегда вызывают неподдельный интерес. Все они окутаны мистическими тайнами и старинными легендами. Если вам было интересно, пишите. Продолжим эту тему о замках и привидениях. Всем пока!